Аль-Валяу Аль-Бара, о котором мы вчера говорили, вот это любовь и ненависть, дружба и непричастность. То, что мусульмане в сердце носят, это убеждение, это айбада. Братья, знаете, вот как брат сказал, дела сердец. Поклонение, это не обязательно, вот когда ты видишь, что что-то делается. Человек может идти себе по дороге, грубо говоря, никого не трогать, и сердце его быть переполненным любовью ко Всевышнему Аллаху, упованием, страхом перед ним, Субханахваталям. Аль-Валяу Аль-Бара, всей этой надеждой на Всевышнего Аллаха Субханахваталя, все это дела сердца, он идет, никого не трогает, ни у кого ничего не просит, и в то же время поклоняется Аллаху Субханахваталя. Знаете, братья, что изучив, допустим, правильный смысл, когда ты себе в сердце вот это убеждение взял, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и носишь в своем сердце, крепко вот это Акиду связал. Вот мы часто говорим, что такое Акида? Акида от слова Акада, то есть что-либо крепко связать в узел. Почему Акида склад убеждений, идеологии, мировоззрения, вероубеждения, то, что мусульман, почему она названа Акида? Потому что это то, что взял мусульманин со своим сердцем, связал крепко-накрепко на узел, и все не сможет он этого развязать. И самая первая Акида мусульманина это «Ля Иляха Илля Аллах», что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. И вот когда мусульманин, когда он работает, когда он с чем-то занимается, с детьми играет и так далее, у него в сердце всегда «Ля Иляха Илля Аллах» это поклонение, это великий вид поклонения. «Ля Иляха Илля Аллах» просто, что вот он имеет такое убеждение, вот в сердце, ни денег не надо платить, так ведь, как, допустим, за жертвоприношение, срам барашку надо купить, хадж, надо куда-то выехать, что-то сделать, какие-то физические нагрузки и так далее, соум, терпеть нужно, не есть и так далее. А это, субхану, такой вид поклонения «Ля Иляха Илля Аллах», ни денег не просит, ни кушать не просит, так ведь? Но это является великим видом поклонения. Вспомните хадис, когда один человек что-то украл, к нему подошли и сказали «Поклянись Всевышним Аллахом, что ты этого не брал». И он говорит «Клянусь тем, кроме которого нету объекта заслуживающего поклонения, что я этого не делал, хотя он это сделал». И как в хадисе сообщается, что Аллах, субхану, простил ему. Смотрите, во-первых, украл, во-вторых, поклялся Всевышним Аллахом, что не крал, но он поклялся кем? Сказал «Клянусь тем, кроме которого нет объекта поклонения». Вот это убеждение, вот это акида послужило причиной прощения того, что он и украл, и соврал в клятве своей, поклялся ложно и так далее. Послужило причиной прощения. «Ля Иляха Илля Аллах» служит причиной прощения любого греха. Любого греха. Аллах, субхану, сказал «Инна Аллах ля ягфируан юшракабихи, ва ягфиру мадуна залика лиман яша». Все, что меньше ширка, Аллах прощает, если человек «Ля Илях» или «Ля Ла» придерживается.